Приветствую вас! ДТУ-10 не стала единственной разработкой Института Украины проект по созданию грузовика, работающего от обычных троллейбусных сетей, хотя он и не получил продолжение в виде серийного производства. И вскоре в 1965 году к идее троллейбуса вернулись вновь. Ведь использование быстро растущих троллейбусных линий, по задумке конструкторов, несло некоторые преимущества, позволяющие экономить дефицитное топливо и перенаправлять туда, где оно более необходимо. Имея уже опыт в создании таких машин, как ДТУ-10 на базе грузовика КРАЗ-219 и ДТУ-25 на базе самосвала МАЗ-525, проектный институт Украины проект разработал новую конструкцию машины, работающей от троллейбусных сетей, которая специализировалась бы как тягач для буксировки грузовых полуприцептов. Первый опытный электровоз планировали собрать на киевском заводе электротранспорта имени Дзержинского, который специализировался на производстве грузовых и пассажирских троллейбусов. И в этом же году электрический сетельный тягач, получивший индекс Киев-8, был готов. За основу был взят обычный серийный тягач КАЗ-606А «Колхида» у Таисского автомобильного завода. Рама, кабина, колеса с зависимой рессорной подвеской и часть трансмиссии остались прежними. А вот сам шестицилиндровый силовый агрегат вместе с пятиступенчатой коробкой передач и до электрической тяги грузовика пришлось убрать, отчего в кабине исчез здоровенный кожух моторного отсека. А сама она стала намного просторнее. С пола исчезла третья педаль, теперь их всего две, а на передней панели появился новый оригинальный щиток приборов. Вместо бензинового двигателя в средней части рамы расположили тяговый двигатель ДК-207А мощностью 95 кВт от троллейбуса ЗИУ-5. А с левой стороны на лонжероне в массивном ящике установили вспомогательный электродвигатель, который приводил в работу компрессор пневматической тормозной системы через эластичную муфту и вращал посредством ременной передачи генератор низковольтной бортовой электросети. В качестве буксируемого прицепа служил полуприцеп-фургон АДА-784, который выпускался одесским автосборочным заводом. Испытания электровоза решили проводить там же, где проходил испытание предыдущий образец грузовика ДТУ-10 на самом длинном троллейбусном маршруте Симферополь-Ялта, передав его Алуштинскому троллейбусному парку. И хоть испытания прошли успешно и показали перспективность подобной конструкции, Киев-8 ждала та же участь, что и ДТУ-10. После завершения испытаний его отогнали в Симферопольский троллейбусный парк, где он долгое время простаивал из-за отсутствия подходящего полуприцепа. После чего его в конечном итоге в 1970 году передали на баланс Севастопольского троллейбусного парка. Там вскоре его переделали в обычный бензиновый бортовой грузовик, а после поставили вместо грузовой платформы опять сидельное устройство. В таком виде он проработал до 1984 года, пока не был списан и утилизирован. А если мой ролик вам понравился и был полезен, ставьте лайк. Также приветствуются ваши комментарии под этим видео. Подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok